Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на своей авторской программе «Достояние Одессы» в уютной, радостной, светлой весенней студии телеканала «Думская ТВ». В своей программе я рассказываю о замечательных, удивительных людях. Вот как эти атланты с улицы Гоголя-2, неустанно повторяю я, мои герои держат на своих плечах не только Одессу. Они держат на своих плечах свое дело, свою удивительную жизнь, жизнь своих близких. Благодаря этим людям Одесса процветает, развивается именно благодаря им, отнюдь не политикам. У меня сегодня, как всегда, я радую вас какими-то удивительными людьми. Сегодня у меня будет абсолютно замечательная встреча с замечательным человеком. И будем мы говорить о прекрасном. Я стараюсь соответствовать этому прекрасному. И мне очень радостно будет говорить с человеком, который для Одессы очень много значит, который считается знаменитым, известным художником. Я об этом очень много слышала, а когда я шла на встречу к нему, ему привет передала моя подруга. Оказывается, они маленькими, пятилетними коротали время рядом со своими мамой в оперном театре. Сегодня в гостях у меня Игорь Гусев, замечательный одесский художник. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. У Гусев это такой свежий воздух для Одессы. Игорь Гусев один из самых значительных живописцев всего. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я так долго делала подводку. Недаром, когда начинаешь о чём-то говорить, ты хочешь рассказать о том, что тебе очень нравится, о том, что тебе любо, о том, что тебе дорого. Живопись, искусство для меня — чрезвычайно важные вещи. Это плоть души, наверное, может быть, так можно сказать. Это то, чем ты живёшь. Это то, что даёт тебе наиболее яркие и самые сильные впечатления. И вот вы именно этим занимаетесь. И я очень люблю художников, всегда радостно их принимаю у себя в гостях. Первая часть моей программы — мы поговорим о детстве, об истоках. Я знаю, что у вас на самом деле удивительная мама, удивительная семья. И, естественно, здесь же мы поговорим об Одессе в вашей жизни, потому что я знаю, что она значит для вас необыкновенно много. Всё это вместе в комплексе. Да? Много? Много. Я родился в Одессе. Так. На Пересепе. Ох, знаменитый Пересепе. Да. И долгое время я считал, что это центр мира. Так оно и есть. Да. Мне очень нравилось там жить, потому что после каждого дождя Пересепь затапливало. И там можно было плавать на лодочке. Да, и люди из нашего дома иногда даже ездили, плавали в гастроном на лодках. Что, серьёзно? На резиновых. Такое было? Да. Там когда-то назывались два переулка. Первый заливной и второй заливной. И даром они так назывались. Они хорошо заливались. И сейчас, я знаю, тоже иногда заливают, но уже немножко меньше. Ну, уже видел, что там они придумали уже не так. Да, да, да. И я вот только сейчас осознал, что это Одесская Венеция. Получается? Пересепь, да. Потому что такого подарка Венеции в центре Украины, я думаю, больше не верю. Такой искусственно созданный, да, подарок. Ну, естественно, с рельефом географическим и так далее. В самом деле вы проводили тогда с Наташей, моей подругой, в оперном театре много времени. Потому что я знаю, что ваша мама работала там. И мы, кстати, передадим ей сейчас привет. Легко. Мы с ней виделись не в оперном. Не в оперном. Мы с ней виделись в гостях. Потому что в оперном мама начала работать чуть позже. Чуть позже, да. А вы еще маленькими совсем там были? Да, да, да. Часто посещали, конечно же. Мама в оперном театре наверняка это было необычно. Важно для всех окружающих вас людей. Это было реально удивительное событие. Потому что после того, как она закончила работать в проектном институте, она решила продолжить свою работу где-то в другом месте. И пошла работать в оперной. Естественно, будучи инженером, она не пела на сцене. Хотя все может быть. Да, у нас тоже. Хотя я пел. Правда? Да, я когда работал в Меманце, когда она меня в свое время пригласила подрабатывать. Меманце, вы же знаете, что это такое. Это статисты. Да, да, да. И когда стоит хор, ты тоже можешь попеть. Ну, конечно, если ты стоишь, почему бы не попеть? То есть у вас есть опыт оперной сцены? Да, я порой распел. Ну, естественно, я хор не пытался перекричать. Там вообще отдельная история очень интересная. Очень интересная. Да, вот. И мама сразу же стала человеком номер один для всех моих друзей. Потому что все, кто приезжал в Одессу, они говорили, а можно прийти в оперный? Через маму. Да, я говорю, идите, покупайте билеты. Идите, покупайте билеты. Я почему-то много об этом говорю, потому что это все лицо и колорит Одессы. Я понимаю, что Одесса особое место, Одесса особое, даже не место, а явление. И уходящая натура, как сказал об этом Михаил Михайлович Живанецкий, я помню, он сам мне об этом сказал, как это мы говорили об этом. Так оно и есть. Вот я знаю, что вы не просто поете, вы еще прекрасный актер. И я видела тизер вашего фильма, где вы выступаете главным героем, где вы рассказываете как раз об этой уходящей Одессе. Мне было бы очень интересно об этом немножко поговорить в первой части программы. Как возник этот проект? У меня есть один приятель, который приезжает в Одессу очень часто писать сценарии, потому что она его вдохновляет. Он ездит по каким-то крупным городам, он не привязан к месту жительства, к месту работы. Да, он ездит туда, где его вдохновляет. И какое-то время с ним общаясь, он говорит, ну мы пришли к выводу, что можно даже снять фильм. Он говорит, давай что-нибудь с тобой снимем в главной роли. Это будет очень быстро, два-три месяца, и будет готовый фильм. Мы его будем показывать на фестивалях. Я говорю, ну разве что два-три месяца. Естественно, все затянулось на три года. Это замечательно. Вместо двух-трех месяцев три года. Но при этом он наснимал материалы вместо... На эпопею целую. Да, вместо двух часов он наснимал где-то 30 часов. Представляете, как тяжело потом все это резать и выбирать самое главное. Я посмотрела тизер, вы там говорите, что Одесса настолько изменилась, что гуляя по городу вы стараетесь не поднимать глаза. Это очень печально, потому что я знаю, насколько вы цените и любите. Я была в вашей мастерской, я видела какой-то там аутентичный дух. Там же выходила и увидела, есть такая металлическая скоба, которую, увы, можно почистить. То есть это удивительный дом. Наверное, таких в Одессе немало, немного осталось. Памятник архитектуру. Ну, памятник памятникам. Там осталась масса аутентичных вещей. Начиная от плитки, которые кое-кто хотел бы сбить, наверное. Но в этом такая прелесть. Ты чувствуешь атмосферу, ты чувствуешь жизнь вот тех поколений, которые были до нас. Они же все были. И они, может быть, никуда и не ушли. Они остались в духе города. Разве это не так? Я живу сейчас в квартире, в которой в какое-то время жил Троцкий. Слушайте, посмотрела недавно фильм про Троцкого. Очень любопытная личность, должна сказать. Читала, но увидела совсем с другой стороны. Он здесь бывал? Да, он жил в нашей квартире, в которой сейчас я жил. Так это же историческое место. Да. Это мировая фигура. Перед тем, как отправиться в Южную Америку, он несколько дней прожил в этой квартире. Действительная жизнь у него была, кстати, в Южной Америке. И там он дружил с Фридой. Итак, мы возвращаемся к художникам. Он не просто дружил, она была очень близкой его женщиной. К художникам возвращаемся. Как возникло все-таки в вашей жизни это дело, дело всей вашей жизни? Почему вас решили по этому направлению двинуть? Потому что родители же много определяют, или вы сами для себя это выбрали. Как это созрело вдруг? Кто почувствовал в вас этот дар? В советское время очень было мало интересной визуальной информации. Если вы помните, по двум каналам, которые были на одном, шли вести с полей. Было такое? На другом шоу шла трансляция съезда какого-нибудь. И, естественно, хотелось увидеть какие-нибудь мультфильмы, какие-нибудь яркие приключенческие фильмы. Интернета не было. Конечно. Ничего не было. Вот. Радио и телевидение, все. Да. И как-то приходилось себя занимать. И тем более, что отец мой занимался фотографией. И очень часто, когда он ее печатал, он приходил к нам, советовался по цветокоррекции. Вот оттуда эти фотографии, которые мне выслали. Потрясающие черно-белые фотографии. Там, где вы сидите, наверное, годовалый или двухлетний, и держите с таким серьезным видом сигарету. И занимайтесь спичками этой очаровательной абсолютно фотографией. Я в нее просто влюбилась. Да, это его авторство. Это все папа, да? Да. Вот. И после этого постепенно я проникся в визуальной культурой. Особенности, когда еще мама и отец занимались изготовлением винеток. О, какая прелесть. Да, это когда брались какие-то открытки, вырезались фотографии детей. Все подписывалось. Все это было разноцветное. А потом сверху фотографировалось и превращался в такой маленький красивый постер. Какая красота. Черно-белый, правда. Черно-белый, это прекрасно. Это оттенки цветов черного белого. Да, сейчас это очень стильно смотрится. Очень стильно. Вот. И уже тогда я видел, как создается композиция. Мне это всегда очень нравилось. Потому что вот из ничего вдруг получалось какое-то произведение искусства. А это было главное, создание композиции, умение. Вообще форма, мне кажется, настолько важная вещь. Я вообще формалистка по духу своему. И считаю, что искусство, особенно такое визуальное искусство, как живопись, графика, оно требует какой-то очень совершенной формы. Где вы учились? Сначала я учился в художественной школе. Меня туда приняли очень легко. Потом в художественном училище. Но туда дорога была более сложная, потому что я поступал два раза. И первый раз я получил по диктанту два. Хотя я его писал на пять. Так замечательно для художника, да? Важно очень было написать диктант. Я писал на пять. А почему поставили два? Ну, просто срезали. Срезали. Да. Были другие претенденты? Да, да. Все очень просто. И преподаватель, с которым я занимался для того, чтобы подтянуть русский язык, она в это время уехала из города. И говорит, когда возвращается, говорит, как два? Ты же пишешь на пять. За ней не может быть. А почему не подали апелляцию? Я говорю, ну, были в таком трансе, что абсолютно даже не пришло в голову как-то что-то поменять. Ну, в следующем году я поступил и получил пять уже нормально. И по диктанту тоже. Да. Они поняли, что не надо рисковать. По русской литературе. А были какие-то люди, которые были для вас знаковыми, которые оказали на вас большое влияние из педагогов, либо просто из художников, либо вообще из каких-то людей других профессий и занятий? Я очень сильно ценю моих первых учителей. Это Галину Мещерякову, с которой я занимался в художественной школе, и Игоря Ивановича Носка. Он преподавал у нас скульптуру. Вот эти люди еще, по сути, в подростковом возрасте воспитывали в нас определенное видение, определенное самостоятельное творческое мышление, подход. Вот учили смотреть на искусство не как потребителя, а как участник. Допустим, мне тогда очень сильно нравились реалистические работы. А мои преподаватели говорили, подожди, это немножко вульгарно и пошло. Вот посмотри. Показывали мне модернистов. Модернистов. В то время это было, да. Было очень смело. Смело. Вот. И уже тогда сознание начало формироваться в сторону того, что необязательно нужно нарисовать как в жизни. А его нужно преображать, этот мир. Для этого нам и дано это. Не обязательно нарисовать внешний мир, можно нарисовать и внутренний. Конечно. Вот. И они сформировали мое видение как художника. Конечно, оно впоследствии развивалось, но поначалу первый толчок дали мне они. У вас есть свой язык. Вы, несомненно, узнаваемый художник. Я думаю, что это необыкновенно важно для художника иметь свой почерк, свой язык, свои образы, которые вы продвигаете. Штрих-код. Почему там везде штрих-код во многих, во всяком случае, в работах? Что это несет с собой? Я понимаю, что смешно разбирать картину, но для вас это важно. Это интересно. Это интересно. Я не стала ничего читать, не смотреть о вас. Для меня очень важно говорить с белого чистого листа. Потому что, когда ты что-то другое посмотришь, почитаешь, ты для себя уже внутренне все равно где-то заряжен этим и заражен. А мне хочется говорить именно с чистого листа с вами. Почему вдруг этот штрих-код, который тянется, и Елизавета II, которая тоже в штрих-коде. И мы там Brexit видим, и мы там видим вообще все, что происходит в мире, как он меняется, и какой он сумасшедший, какой он непонятный. И в то же время выстроенный, четко так, в какой-то форме, и при этом полный бардак. Как это? Есть немного, да? Мне понравилась интерпретация моих работ, когда вот к галеристу Марату Гельману приехал на очередные какие-то фестивали Леонид Парфенов. Он говорит, вот, наконец-то я понял современное искусство. Так. Говорит, вот с картины Бусева. Это знаток. Так, что он сказал? Говорит, вот это изображение, а вот это штрих-код, который как бы говорит о том, что работа уже продана. Работа продана? Да. Чудесно. Это замечательное видение, очень такое прагматичное, но классное. Хотя я вкладываю в это немножко другой смысл, потому что искусство, оно же мультиполярное. Так. Я считаю, что это работа с гличем. Глич – это дефект сигнала, который передается либо по компьютеру, либо по телевизору, либо по другим каким-то средствам передачи. Дефект? Да, да, дефект. И мы его ощущаем, мы его слышим. Да, и я считаю, что это не всегда дефект, это просто временная разность. Художник часто забегает вперед, и он существует в своем временном континууме чуть-чуть в другом, чем социум. Вот. И эта разность времени пребывания художника и социума, она дает сбой в программе. Вот тот самый. В передаче. Да. И вот это он и есть. Хотя некоторые это называют и штрих-кодом, некоторые просто называют там полосочки. Как угодно. Да. Ну, это же ничего не меняет в восприятии того, что ты перед собой видишь. И так у вас есть свой мир, свои образы, и я понимаю, что быть художником… Что такое быть художником в Одессе? И вообще художником. Я же понимаю, что, как замечательно говорят сейчас вот эти вот молодые опоры, если дуть или что-то, они говорят, сколько ты зарабатываешь. Вот они открыто просто спрашивают, сколько ты зарабатываешь. Это такой дискурс современный, такой нарратив очень понятный. Я не об этом, тем не менее, не о том, сколько вы зарабатываете. Но я понимаю, что вокруг вас есть материальный мир, вам нужно жить. И в то же время художник – это ваша профессия, та, которая дает вам возможность жить. Что такое быть сегодня художником, который может зарабатывать себе на жизнь? И как это может быть? Извините за банальный вопрос, но мне это очень важно, потому что мы поговорим об очень важных вещах сейчас, после этого. Художник? Это… Как это совместить? Прежде чем прийти к тому состоянию, в котором я пребываю сегодня, я очень долго проработал дизайнером. То есть все равно была профессия, которая кормила? Да. Я делал журналы. Во многих журналах работал, потом работал в рекламных агентствах. И просто в то время, когда я пришел в такую жизнь, где уже нужно себя обеспечивать, искусство было совсем не востребовано. Вообще? Да. В 90-е годы? Да. Начало 2000-х? И это было время фондов и грандов. И для того, чтобы высказаться как художник, нужно было делать или видеоарт, или какие-то инсталляции. И на это все получать деньги. У Сороса, например. Да. Еще договориться, что получить. Да. Тоже не так просто. Да, да, да. И отчитываться. И отчитываться. Очень много бумаг. Так. И профессия художника на какое-то время просто… Была нивелирована. Нивелировалась. Да. И живопись, она в то время считалась, что она просто умерла. И вот уже в 2000-е годы, когда появилось очень много технологических прорывов, можно начать было печатать гигантские работы на принтерах, какие-то высококачественные фотографии, пришел такой второй этап возрождения живописи. Угу. Такой спизм. Что живопись перестала восприниматься как… Просто высказывание. Она уже начала восприниматься как хендмейт. Угу. И который спорит уже с технологиями. С принтом. Это так. С фотографией. Получается. И с какой-то массовой культурой. И тогда к живописи появился новый интерес. И вот на этой волне в Украине к тому времени уже начали как бы люди богатые. Они уже наелись мерседесов. Так. И джакузи. И начали обращать свое внимание на предметы искусства. Дело в том, что это же такой обоюдный процесс. Художник без мецената сложно представить. Да, весь век Возрождения, вот все это чудесное время, оно все рядом с гигантами Возрождения стояли гиганты-меценаты. Да, папы римские покупали и заказывали лучшие образцы. Что сегодня происходит в этом смысле в Одессе? Мне кажется, что Одесса стала местечковым городом, где то немногое, что реально она производит, потому что вот эта вот ручная работа, да, которая ценится, аутентичная работа во всем мире, самая дорогая. Вдруг в Одессе пропало то количество, ну, за исключением редких там случаев того же Музея современного искусства, куда вложилась коллекция определенная. То есть, ну, эти люди ушли, и что мы видим? Почему так не востребовано это? Как привить любовь к этому? Это же не только в Одессе. Я понимаю, что в Украине та же самая история, но может исключение Пинчук. Но опять-таки тоже специфическое. Как это можно возродить? И нужно ли возрождать? Либо просто забыть и думать о чем-то другом? Одесса вообще парадоксальный город. Здесь всегда существовало такое понимание фирмы, которую привозили в город моряки. И люди понимали, что такое хорошая вещь, что такое не очень хорошая вещь. И, естественно, существовали люди, которые пытались эту фирму подделать. Опять же, на Мало-Арнаутской где-нибудь. Были места. В цехах. Да. Либо на Толчке на седьмом километре. Что-то такое вот существовало. И отношение одессита к продукту, который создается в Одессе, оно всегда было такое несколько пренебрежительное. Потому что в Одессе ничего хорошего не может быть создано. Это или подделка. Слушайте, девальвация такая понятия. Или фальшак, или что-то такое абсолютно непотребное. И, соответственно, вот этот штамп, он остался в сознании людей. И они его перенесли на искусство. То есть, если в Одессе невозможно сделать... Ничто, то невозможно сделать и искусство. То искусство тоже невозможно сделать. Абсолютно невозможно. И это отношение перенеслось на художников. Соответственно, плюс еще один такой одесский штамп. Что, когда ты говоришь с человеком о своей работе, он говорит, да-да-да, я тоже занимался в художественной школе. Да-да-да, мои дети тоже занимались в художественной школе. Да, все, я понимаю, что ты мне рассказываешь. Вот, поэтому... Это очень сложный город для художников. Здесь их не ценят. Их ценят только тех, кто уехал. Уехал и вернулся. Либо живет где-то за границей и сюда так... Либо признан там, где-то там. Да-да-да. Вот пророка нет в Отечестве своем. Здесь это работает лучше, чем где бы это ни было. Абсолютно точно. В Одессе, да. А что же делать? Потому что я понимаю прекрасно, что... Но, с другой стороны, приходится выживать. Я понимаю, что вы много ездите, вы участвуете в каких-то выставках, вы продвигаете себя. Каков механизм здесь? Здесь надо же не просто быть хорошим художником. Нужно еще и уметь себя подавать. Очень часто для художника это вещи несовместимые. Как здесь найти вот эту вот золотую... Сегодня профессия художника — это не только умение рисовать. Нужно быть селф-менеджером, селф-продюсером. Уметь писать тексты, концепции, уметь вести свое портфолио, разбираться в тенденциях арт-рынка, в тенденциях современного искусства. Сегодняшний художник — это человек, который создает, кроме того, что он штурмует высокие материи, он создает продукт. И этот продукт должен быть востребован рынком. — Наверное, поэтому Штикот в том числе. И Парфенов тоже. Он все правильно увидел. Он человек очень прагматичный и хорошо разбирается в этих тонкостях. — Вот. А у нас этого боятся. У нас до сих пор... — Боятся, боятся. — Увнушают, что преподаватели, которые сейчас есть, либо вообще сообщество, которое вокруг выставок, вокруг галерей существует, они говорят, ну, художник, ну, это... — Такой высокомерный. — Гей, сидит у себя на чередаке. — Витающий там чисто искусство. — Приходит к нему в очередь... — Башня слоновой кости. — Да, да. — Там это все, да? — Вот. И то, что связано с деньгами, это не для него. Это... Вот это... Это все напускное. Настоящий художник, он должен быть бедный, голодный. — А потом после смерти его узнает, будет продавать за миллионы и так далее. — Это тоже такой расхожий штамп. — Штамп. — Его нужно побыстрее всем людям, которые занимаются искусством... — Изживать. Очень быстро убрать из своей жизни и понять свои задачи, чем ты хочешь заниматься, какая цель этого, сколько времени ты готов на это тратить, готов ли ты на это положить всю свою жизнь. — Это очень важно. Потому что у меня было очень много знакомых, талантливых людей, которые приходили в искусство, понимали, что что-то там не так клеится, бросали, уходили в другой бизнес, где деньги можно было заработать быстрее. — Где они понимали, как это делается? — Да. — Я понимаю вас прекрасно. Я столкнулась с этим еще в 96-м году, когда была в Нью-Йорке и встретилась с Юрой Горбачевым. Вот он тогда уже это почувствовал. И для него рекламная кампания «Абсолюта» открыла перед ним многие двери. — Да, прекрасно. — Возможность общения с эстеблишментом дал для него еще новый импульс. И он легко менял техники, легко менял. Работал на потребу. Но, наверное, в этом что-то есть. Хотя, может быть, художник... — Очень нарядная, талантливая. — Нарядная, талантливая, правда же. И я более того скажу, это же замечательно все-таки прививать любовь тем людям, которые сейчас зарабатывают деньги, к тому, чтобы они оформляли свои дома красивыми картинами, скульптурой, картинами. Это же замечательно. Это то, что так важно и то, что ценится, то, что сделано руками. — Да? Они же все понимают. Они же понимают прекрасно те люди, которые заработали деньги, что чего стоит. Поэтому надо, видимо, какой-то все-таки тренд такой, что был в обществе. Может быть, мы поэтому тоже с вами говорим. Чтобы чаще ходили к вам мастерские. Те люди, которые, может быть, не совсем еще понимают и разбираются в этом, но им нужно показывать на выставке. То есть привлекать какое-то внимание к пониманию того, что в это правильно вкладывать деньги. Слушайте, обратите внимание на гениев, которые заработали сумасшедшие деньги. Вспомните начало XX века. Самые великие мировые коллекции создавались именно тогда. Но разве это не так? Весь импрессионизм, он весь благодаря... — Это как раз про импрессионизм. В Одессе есть один человек, очень известный бизнесмен, очень богатый. Он мыслит подобными категориями, но немножко с одесской точки зрения. Он до сих пор ездит во Францию на Монмартер, покупает по 50 евро работы в надежде, что через пару лет это будет стоить миллионы. — Чудесно. — И не хочет никого слушать о том, что... — А нужно все-таки послушать. — Да, что то, что делает сегодня на Монмартере, это уже заранее открытка, сувенирная для туриста. И это уже никогда не будет стоить миллион долларов. А ему хочется верить. — Или есть Пинчук, который покупает дорогущие мировые тенденции, да, скажем, известный художник, чтобы войти в круг. — У Пинчука другая тенденция. — Какая здесь тенденция? — Вот он открывал свой музей, свой арт-центр для того, чтобы поддержать украинское искусство. Но так как украинское искусство долгие годы было на обочине интереса и государства, и коллекционеров, оно особо в мировом контексте не прозвучало. И какое-то время Пинчук понял, что ему просто для того, чтобы создать свою коллекцию, проще купить несколько звезд мирового искусства, таких как Дэмиан Хёрст, Жеф Кунц, работы которых уже стоят миллионы долларов. Они уже раскручены, но они раскручены американцами, они вкладывали в это деньги. И англичанами, которые вкладывали в свое искусство. — Да, в свое искусство. — А украинцы, они говорят, ну а что, мы сразу поедем, купим раскрученное английское. Мы не будем раскручивать. — И мы войдем в establishment. Конечно, такая история очень печальная, но тем не менее, моя программа — это всегда о добром, о хорошем, о позитивном, о пафосном. Мы сегодня меньше, кстати, говорили пафосных вещей, а больше, может быть, говорили практические вещи. Но мне захотелось поговорить об этом, потому что это важные вещи, потому что это наша культура, это наше наследие. Мы говорим много о национальном самосознании, а на чем оно будет основано? Подумайте, оно основано именно на культуре, оно основано на искусстве, оно основано на именах тех людей, которые несут это знание миру. Вот вы, вы есть дипломат, народный дипломат, который несет знания об Украине, об Одессе, всему миру. Делайте вы это замечательно, должна вам сказать, Игорь. Вот, я, конечно, не могу создавать такие красивые полотна, как вы, но какую-то рукотворную оставить, то, что можно в руках подержать, да? Мне хочется всегда и сказать человеку добрые слова. Это так всегда приятно. Я хочу сказать, что Игорь Гусев является настоящим достоянием Одессы. Это человек, который поддерживает культуру, искусство, который занимается тем, что он может, делает это прекрасно. И люди, которые знают его, понимают, что это такая чудесная вещь. Кисть, мольберт. Утром вы встаете, подходите и начинаете творить новый мир. Помните об этом. Пусть где-нибудь висит у вас в вашей замечательной мастерской. Прекрасно. Порадуем маму. Обязательно. Порадуем маму. Это все делается для мамы. Потому что наши мамы, они нас любят, и они так хотят, чтобы наши дети состоялись. Большое спасибо. Спасибо вам большое, Игорь, за то, что пришли. Сегодня в гостях у меня был замечательный художник Игорь Гусев. Это человек, который рассказывает миру о себе, и в то же время миру рассказывает об этом мире. Потому что через искусство, благодаря этому удивительному, чудодейственному способу передавать собственный мир, нести его опять-таки в мир, создается удивительное, потрясающее произведение искусства, которые и являются свидетельствами о нас для будущих, для наших потомков. Будьте здоровы, любите искусство, покупайте хороших художников, продвигайте это, потому что это так важно. Это то, что останется для ваших детей. Будьте здоровы, всего доброго, до новых встреч, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова